Поправим, лямочки тебе поправим, подтянем, применим, все, красавчик. Олег Маноленко первоклассник, ему не терпится пойти в школу. Подготовка к ней в самом разгаре, купить предстоит многое. На президентские 10 тысяч семья уже приобрела несколько предметов. Но для полных сборов такие затраты нужно удвоить. Ну да, выплаты не хватает, то есть, конечно же, она не покрывает не все расходы. Ну вот мы ее, например, получили и буквально через два дня мы побежали, сразу взяли ребятишек и пошли приобретать. И вот мы купили две рубашечки, двое брючек, кофту, рюкзак и туфли. И 8 тысяч рублей у нас вышло, и туфли 2 тысячи, и вот 10 тысяч рублей. По словам родителей первоклассник, собрать мальчика в школу выходит в среднем 15 тысяч рублей, а девочку на несколько тысяч больше. Но на такую сумму можно купить лишь по одному комплекту разного вида одежды. В целом же, чтобы отправить ребенка в школу, понадобится порядка 50 разных предметов. Этой теме даже посвятил свой стендап известный комик Павел Воля, у которого в этом году сын идет в первый класс. Клей ПВА, клей-карандаш, кисть для клея, пластилин, дощечка для лепки, ножницы с выкругленными концами, фартук, защитные на рукавнике, клеенка на стол, белая футболка для рисунка, спортивные штаны, шорты, кеды или кроссовки, шапочки для плавания, купальный костюм, лыжи и лыжные палки. Маноленко в общей сложности потратили уже около 18 тысяч рублей на сборы только одного ребенка, а в семье школьников вдвое. Выходит, по самым скромным подсчетам необходимо найти 40 тысяч рублей. И это не считая компьютеры и мебели, которые нужны для учебы. Часть затрат, правда, родители планируют перекрыть за счет выплат для многодетных. Так, единовременное на первоклассника действует не во всех регионах России. Пособие для первоклассников устанавливается региональными властями. Они определяют размер выплаты. В Алтайском крае это 7 тысяч рублей. Что касается ежегодной, которая идет на детей 2-11 классов, то это 5 тысяч рублей. А между тем в крае насчитывается 30,5 тысяч многодетных семей. Многие из них относятся к категории малообеспеченных. Как признаются родители, сбор в школу для них не только хлопотное, но и затратное дело. Порой приходится откладывать деньги за несколько месяцев до учебного года. Ну, я думаю, что это будет не меньше 20 тысяч, потому что нужно костюм, уже обувь нужно обновить, спортивный. Он вырос за этот год. Рубашки сейчас не меньше тысячи стоят, а то и больше. Ну, естественно, школьные принадлежности. Одежда, ну, около, наверное, тысяч 10 выходит, потому что это дорого. Плохую одежду покупать не хочется, она быстро износится. Хорошую одежду строить дорого. Ну, не меньше 7 тысяч выходит в общей сложности, потому что рюкзак стараются брать ортопедически, чтобы на плечах был, держался хорошо. Ребенок маленький, худенький, поэтому и сама форма, обувь дорого стоит очень. Для малообеспеченных, конечно, проводят разные акции. В помощь также секонд-хенды и ярмарки обмена вещей. Но если покупать ребенку исключительно новую одежду и канцелярию, то по сравнению с прошлым годом, подсчитали родители, на сборы в школу придется выложить как минимум на 3 тысячи больше. Елена Кукина, Александр Лизратов, Александр Антропов. День с толком.